Ну что, мальчик, а как тебя зовут-то? Меня зовут Женя. А ты тут сам живёшь? Где вообще твои родители? Ну, неделю назад я решил пойти на вылазку, потому что у нас закончились припасы дома. И когда я пришёл обратно, моей мамы не было, и весь дом был разгромлен. Я пытался её найти, я лазил на радиовышку, мне ответили какие-то военные, но быстро наступил вечер, и там появились ужасные монстры, поэтому мне пришлось оттуда убежать. Ну как раз вот сегодня я хотел снова туда сходить. На вот эту военную... Что это? Военная база или вышка? Что это вообще было? Это была радиовышка, но вечером там появляются такие монстры, что ты таких на обычных улицах города не встретишь, поэтому там очень опасно. Ну, короче, мальчик, давай сделаем так. Ты меня уже один распас, поэтому сейчас моя очередь. Сиди-ка ты дома, я пойду туда на эту вышку, я уже в принципе знаю, где она находится. Попытаюсь с кем-то связаться, потом приду и всё тебе расскажу, хорошо? Ты серьёзно поможешь мне найти мою маму? Да, ну, я не могу что-то обещать, но сделаю всё возможное, чтобы вернуть её сюда, домой к тебе. Спасибо тебе большое, но главное, не задерживайся там надолго, потому что вечером там просто наступает какой-то ад. Там такие монстры, которых ты ещё никогда не видел на обычных улицах. Будь осторожен, пожалуйста. Хорошо, хорошо, я вот это учту. Спасибо тебе ещё раз большое за то, что спас, я постараюсь вернуть твою маму. Сиди тут, никуда не уходи, хорошо? Хорошо, хорошо. Всё, давай. Ох, капут вообще. Вот это история. Бедный мальчик остался без мамы, а отец его где? Да, если он только сказал про маму, значит отца у него в принципе нету. Офигеть. Не, ну я должен ему помочь, я бы и так ему помог, даже если бы просто его на улице встретил. А если учитывая то, что он меня ещё спас, то что он в принципе сам выходит на улицу, делает вылазки, сам дует еду, припасы и всё остальное, то я просто даже могу восхищаться этим мальчиком, потому что он даже уже не мальчик, а он уже мужчина, можно сказать. Поэтому я в принципе должен ему помочь. Ладно, радиовышка, как он сказал, да? В принципе я помню где она находится, поэтому сейчас отправлюсь вот туда. Ой, ладно, радиовышка значит, да? Одно что меня беспокоит, что он сказал? То, что лучше уйти оттуда до наступления ночи. И ночи лучше там вообще не шастать. Вот это я не знаю, что он хотел этим сказать. Какие монстры, обычные зомби или может даже что-то хуже. Ой, не знаю. Ладно, ладно. Вышка. Может домой забежать, выложить вот этот весь хлам? Потому что вряд ли я смогу вот так бегать, а может я там ещё что-то найду, какие-то важные предметы. А в инвентаре у меня уже просто места нету, чтобы что-то с собой таскать. Поэтому нужно как можно больше всякого хлама выложить. Кстати, вот тут просто идеальное место, чтобы вот это всё выложить. Ох, даже вот эти вещички можно. Одежду бандитов. И лучше всё же я сюда отложу. Хотя, может, может бензин мне понадобится. Бывают случаи, когда он действительно понадобится. Кстати, там есть машина, поэтому если что, если опять, не дай бог, упаду в какую-то засаду, смогу, смогу, смогу оттуда сбежать как можно быстрее. Ладно, ладно, ладно. Вот это сюда, в принципе, можно. И можно выдвигаться. Конечно, не помешали бы мне патрончики на глок и также на калаш. Без патронов я мало что смогу сделать. А вот этот дробаш мне уже, если честно, надоел. Ох, ладно. Надеюсь, что всё пройдёт гладко. Он сказал то, что ему удалось связаться с какими-то военными. Значит, ему там ответили. Но я не понял, он с ними разговаривал или там рация не работающая. Поэтому не знаю, кстати. Он уже один за мной. Твою мать! Да откуда вы... Откуда вы вылазите в вашу на... Ладно. Может, у меня получится как... Ага, да. Получилось их обойти. Ладно, тварь зелёная. Иди сюда. Какие же вы шустры-то становитесь, а? Раньше вообще они какие-то медленные были. Так, машина. Если они сюда набежали за ночь, то это очень плохо. И очень плохо то, что они находятся вот тут рядом с моим домом. Тут же вход в мой дом. Задний вход. А они вот тут ночью разгуливают. Они, если смогут сломать вот эту дверь, то... Может, просто меня даже загрызут посередине ночи. Может, мне сделать тут потом какой-то заборчик, чтобы никто сюда не смог пробраться. Потому что я только сейчас осознал то, что реально вот так опасно спать. Если у меня под окном гуляет стадо зомби. Посреди белого дня. А что тогда ночью там творится? Ох, ты же нифига себе. Нужно 100% будет эту машинку в свой гараж загнать. Потому что... Ну, а то, что она мне понравилась, так она еще 100% будет получше, чем моя сегодняшняя, теперешняя. Так. Что там наверху находится? Я полагаю, это вот эта вышка, о которой этот мальчик разговаривал. Поэтому, как я смогу туда забраться? Я вижу тут какой-то тоннель. Может, он как раз ведет вот туда, к этой вышке. Ладно. Другого выхода, в принципе, у меня нету. Поэтому нужно топать вот сюда. Тут... Тут никакой... Тропинки вообще ничего нету. Как я туда вообще смогу подняться? О, твою мать. Это опять завал? Да вы издеваетесь! И как бы сюда... Ага. Ну, в принципе... Не зря с собой гранату таскаю. Поэтому надеюсь, что... То, что... Она хотя бы сможет мне рассчитить путь. Не бесполезная же она. Ладно. Поехали. Давай, 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 давай. Твою мать! Да сколько опять этих зомби вот тут? Офигеть! Ай, да под... Афигеть! Стой-ка ты там, паскуда! И не пред... Ага. А ну сюда, давай, сюда. Нет! Не упадешь, зараза! Ага. Скелет. Кровь. Зашибись, тоннельчик. Хорошо. Я путь себе прокладываю. Через орду зомби. Через завальный тоннель. Просто идеально. Ой. Надеюсь, что я вылезу там, где мне надо. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Да, вышка, вышка, вышка. Идеально. Так. Вышка посередине леса. Ладно. Буду подниматься. И немного похаваю. Фу. 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 Твою мать! Опять какие-то просроченные гамбургеры нафиг. Биг Маки гамбургеры. Понятно, что они там валялись уже месяцами нафиг. У меня есть выход. Я могу что-то другое жрать. Пицца с беконом, гамбургеры. Мне нужно, походу, только овощи жрать. Потому что если я буду тащить... Тачить вот эти пиццы дальше гамбургера, то я просто от зомби не смогу убегать. Настал сею опять на 30 килограмм. И будет не круто. Вот и вышка. Офигеть, как тут высоко... Твою мать! Это еще что за... Охренеть, охренеть. Такого зомби я еще не видел. Если тут днем такие зомби водятся, какие-то странные... Ладно. Просто у меня шок от того, что я увидел зомби с светящимися глазами. Охренеть. Значит, мальчик был прав. Если тут днем водятся вот такие зомби, то я боюсь предположить, что тут ночью вообще будет твориться. Поэтому пока еще день, пока еще даже не вечер, а день, мне нужно уйти отсюда как можно быстрее. Ох, нехорошо. Нехорошо тут ночью лазить. Да, даже днем. Твою мать! Да сколько вас этих зомби тут! Офигеть. Ага, значит, вот этот человек работал вот тут, на вот этой станции, да, радиовышке. Не повезло этому чуваку. Что я вообще тут могу найти? Где вообще радио? Тут меньше горил то, что тут было какое-то радио на вот этой радиовышке. Но как я смотрю, тут и... Да, нет, 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 нет. Ну, пожалуйста, только не вот там, только не на верхушке. Мало того, что я боюсь высоты. Охренеть просто! Лучше бы я вот того мальца отправил сюда. Хотя, что я несу? Твою мать! Он же меня жизнь спас. Я ему, в принципе, просто должен. Так, что тут есть? Что я вообще тут могу найти? Книги, книги мне не нужны. Тут есть... О, 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 о! О, рюкз... Рюкзак! И магазин для Глока. О, офигеть просто! О, так, рюкзак, рюкзак, рюкзак. Это просто офигеть! Вот что мне нужно было вот это всё время. Рюкзак! Так, это мины, вот эти всё. Сейчас нужно попить. О, это всё не пригодится. Молотов. В принципе, вот это всё можно выложить. Хотя нет, патроны можно с собой оставить. Кирку. Бензин. А вот это можно оставить. И также дымовухи тоже можно выложить. О! Ну что? Нас стало время забираться сюда наверх. Пожалуйста. Так, стойте кого там и, пожалуйста, даже меня не замечайте. Они далеко находятся, поэтому... Поэтому я пока в безопасности. Ой, твою мать. Нет, 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 нет. Главное, вниз не смотреть. Главное, не смотреть вниз. Я вообще тут смогу перепрыгнуть? Или сейчас башкой стукнусь и просто вниз упаду? Фу! Офигеть просто! Так, всё, тут уже подъём. Офигеть. Так, вот! Вот эта фигня, через которую я смогу связаться, да? Ладно, ладно, ладно. Нужно хотя бы разведать обстановку, что тут вообще такое. Ага, значит, тут... Может, это койка вот того чувака, который вот там снизу был... Ну, как бы это сказать. Загрызён зомби. Да, тоже нехорошо тут оставаться. Тем более, ночь тут будет очень сильно... Твою мать, я только сейчас заметил то, что уже ночь наступает. Нужно возвращаться как можно быстрее. Нужно связаться вот с этими... Что тут есть? Что? Патроны нафиг для снайперки! Офигеть, офигеть. Эта радиовышка просто какое-то моё спасение. Так. Нужно связаться с кем-то. Приём, приём, приём. Радиовышка. Я вообще не знаю, как эта хрень называется. Я сейчас на радиовышке. Меня слышно? Меня кто-то слышит? Приём, приём, приём. Да, я тут, я тут, я тут. Да, 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 я вас слышу, я вас слышу. Ну, я же сказал, я вас слышу. Меня слышно? Ответьте, пожалуйста. Твою-то мать, я... Охренеть, а что он мне не сказал, что радио не работает? Твою мать, твою мать, твою мать. Там ещё зомби снизу. Мне нужно выбираться отсюда как можно быстрее. Чё, чё, чё за хрень, а? Твою мать, а? А-а-а-а-а-а-а! Твою мать, 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 твою мать. Продолжение следует...